Абдул-Патах Амирханов Реконструкция всего и вся Что делает мэрия Махачкалы с улицей Каркмасова узнавали общественники и депутат Госдумы Страсти по меду Дагестанцы неподобающе повели себя на благотворительной акции Правительство региона заявили о необходимости сохранить общественный транспорт Премьер Абдул-Патах Амирханов по поручению главы республики Сергея Меликова встретился с коллективом махачкалинского пассажирского автотранспортного предприятия номер 2 Напомним, автобусы под номерами 100 и 44А перестали выходить на линию с конца декабря якобы из-за долгов предприятия Но многие водители утверждают, что процедура банкротства на предприятии создана искусственным путем с привлечением третьих лиц В ходе встречи было принято решение, что в Кабмине региона будут искать возможности решения вопроса в пользу пассажиров и самого транспортного предприятия Продолжаются поиски рыбаков, пропавших 4 января в акватории Каспия в районе села Суеткино Кизлярского района В спасательной операции был даже задействован вертолет Ми-8 МЧС России Полет продолжался более трех часов, но пропавших рыбаков так и не нашли Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС поисковые мероприятия будут продолжены Более трех тысяч жителей Дагестана остались без воды Авария на линии водовода в Южном Дагестане оставила без воды жителей нескольких населенных пунктов В зоне аварийного отключения оказались села Куйсун, Магарамкент и Гильяр Всего без воды остались более трех тысяч местных жителей Прорыв произошел на водоводе 1968 года строительства Администрация района обратилась к местным жителям с просьбой позаботиться о запасах питьевой воды, так как сроки завершения ремонта пока неизвестны Тем временем в прокуратуре республики организована проверка по факту отключения водоснабжения в муниципальном образовании В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения уполномоченными органами требований законодательства о водоснабжении В Махачкале наконец-то открыли для движения транспорта участок улицы Каркмасова от улицы Толстого до улицы Дахадаева Мэрия Махачкалы заявляет о высоком качестве проведенных в зоне реконструкции ремонтных мероприятий Убедиться в этом смогли и представители общественности республики во главе с депутатом Госдумы Все подробности в сюжете наших корреспондентов От Каркмасова до Шамиля Реконструкцию центральной улицы Махачкалы Салман Дадаев обозначил как своеобразную репетицию больших работ предстоящих на самом загруженном проспекте города Все колодцы вывели на полевую отметку с финишным слоем И у нас здесь, та проблема, которая была В воде просто элементарно некуда было уходить Мы здесь построим полностью новую ливневую канализацию На этом интервале она у нас уложена И вот те улицы, которые мы будущем будем делать Точно так же мы будем строить ливневые канализации Для того, чтобы у нас отводить ливневую Чем больше, тем лучше ливневых, которые будут После того, чтобы уходить Специально машинами пролили Посмотрели, где застаиваться, где не застаиваться Для того, чтобы ливневую разводить Если даже так проекцию посмотреть Улица у нас получается, она с такой разукломкой И как раз таки растекается перед этим ливневым улицем Чтобы она успевала уходить Городские власти совместили сразу четыре программы Муниципального, регионального и федерального уровней На ремонтируемых улицах Это и проект «Чистое небо», когда электросети Со слабым напряжением изолируют под землей И нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» В рамках которого ремонтируют проезжую часть А также федеральная программа капитального ремонта И реализация функций столицы, где предусмотрено создание общественного пространства На расширенном тротуаре Что немаловажно, во время реконструкции Были приведены в порядок все инженерные сети под асфальтом Депутат Госдумы высоко оценил комплексный подход мэрии по благоустройству столицы Какая-то рабочая кухня вместе с газовиками, генетиками Там горвод канал совсем с садом И по этим мощностям, по этим ливнехам, везде расширяется Все люди мучились, страдали Смотрите, сколько времени, час Никогда не было, с таким расширом никогда не строилось у нас Вы молодцы, потому что вы приехали, возглавили город Мне приятно даже слушать, когда вы рассказываете все, что вы делаете Это хорошая работа По городу я иду, посмотрел Очень много делаешь, очень много делаешь У нас устраивается Спасибо вам, что вы взяли за это дело Не надо ее копчить с резервом Чтобы были мне эти продажи Мэр Махачкалы поблагодарил депутата за поддержку И добавил, что участок от переулка Умаханова до Толстого И от улицы Абубакарова до Доходаева Через часть улицы Кадырова приведут в порядок в течение 10 дней Тогда же будет и полностью восстановлено транспортное движение Курбан Рагимов, Марьяна Османова, телеканал ННТ В соцсетях набирает нехорошую популярность ролик отдавки в Дагестане во время бесплатной раздачи меда Инцидент произошел 5 января в Махачкале на проспекте Акушинского во время благотворительной акции На видео толпа людей окружила автомобиль Газель, откуда раздавали мед Люди перекрыли дорогу и с криками и руганью выхватывали друг у друга баночки с медом Дошло до того, что в ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам полиции Свой комментарий чуть позже в сети Инстаграм выложил и организатор акции Мы не думали, даже не подозревали, что настолько будет много людей Хотели сделать хорошо, получилось не очень хорошо Конечно, жалеем, что получился вот такой бардак Но эффект толпы свое просто сделал, да Небольшая горстка людей побежала прямо к машине и устроила ажиотаж Ну уже эффект толпы пошел за ней, цепочка, все как сорвались Была сильнейшая давка, женщин зажали Некоторые мужчины вообще себя вели не по-мужски Это вообще был ужас То есть я такого не ожидал Глава Республики Дагестан Сергей Меликов поздравил православных региона с Рождеством Христовым Этот великий, светлый и радостный праздник, изменивший отчет из новой земной истории Миллионы людей встречают с особым чувством, говорится в тексте Дагестан испокон веков славился братскими отношениями между представителями разных народов и конфессий Пусть свет рождественских дней станет для нас источником душевных сил и созидательного труда на благо Дагестана всей России От всей души желаю православным христианам республики Всем, кто отмечает Рождество, крепкого здоровья, благоденствия, мира, добра и любви Дагестанка Байзат Хамидова лучшая регбистка страны Нападающая красноярского клуба Енисей СТМ признана игроком года среди женщин в российском регби Интернет-голосование проводилось на сайте Федерации этого вида спорта В минувшем сезоне Хамидова в седьмой раз выиграла чемпионат Европы в составе сборной России и дебютировала на Олимпиаде в Токио Кроме того, она многократная чемпионка страны и победительница универсиады в Казани Напомним, в 2019 году дагестанская спортсменка уже признавалась лучшей в России На сегодня это все. Оставайтесь с нами, смотрите наши новости на сайте nnttv.ru До встречи!